Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Почему парень до трёх месяцев беременности говорил, что ребёнок ему нужен, а когда человек снова в сети сдавать анализы, то сразу сказал, что ребёнок ему не нужен и просит не общаться с ним, а собственно просит не устанавливать, дабы не ломать ему жизнь. Как быть в такой ситуации? Ситуация, конечно, скверная. Вот. И скверная она не в том, что мужчина поступил так, как поступил. Скверная она в том, что вы, судя по тому, что я могу видеть, выстроили такие отношения с человеком, что либо вы его не до конца узнали, вот, то есть не до конца как-то вот поняли, что за человек перед, эээ, и, в общем-то, это стало какой-то вот причиной тому, что произошло, вот. Естественно, естественно, то дело не только в этом, но ещё и в том, какое значение ребёнок имел. А для вас и, собственно, для молодого человека, вот, я думаю, честно говоря, что вряд ли вы не могли этого не знать, какое у него, у него отношение к ребёнку, вот. И, на мой взгляд, основная проблема заключается в том, что как будто бы вы выстраиваете отношения свои на основе детей, скажем так. То есть, как будто бы отношения основаны на детях. А единственное, что вас может связывать с мужчиной. Вот. На мой взгляд, Пепа довольно деструктивна и ограничена с точки зрения реализации личности позиция. Вот. Потому что, как бы там ни было, но не только ребёнок делает, ну, людей парой. А вы здесь как будто бы пытались мужчину именно привязать к себе. Ребёнка. Вот. Хотя, конечно, я могу быть неправ и ошибаться. Вот. Что можно сказать? Что можно сказать? Ну, можно сказать то, что вам нужно думать о себе. То есть, думать не о мужчине, который просит, как вы говорите, не портить ему жизнь, а думать о себе. И только думать о себе, вы можете из этой ситуации для себя что-то вынести. Как-то себя безопасно, потому что если я правильно понял, то ребёнка вы хотели бы оставить. Ну, если вы хотите оставить ребёнка, то вам нужна поддержка. Вот. Без поддержки ничего не получится. Без поддержки ничего не будет. Вот. Как бы это неприятно не звучало. Вот. Вот как-то так, как-то так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Да. Если вы чувствуете, что вам больно, если вы чувствуете, что у вас эта ситуация как-то вот... подавляет, вот, если вы чувствуете, что эта ситуация причинает вам дискомфорт, и в целом вам больно, например, то ваши чувства, эмоции можно помочь прожить посредством психотерапии, и вам просто будет легче, просто станет легче прожить, проживать. То, что вы сейчас чувствуете. Вот. В целом, нужно позаботиться, как мне думается, о том, чтобы подобного больше не повторялось. То есть, я думаю, что необходимо позаботиться о том, чтобы вы в такой ситуации больше не были. Вот. Нужно позаботиться о том, чтобы вы были более защищены при взаимодействии с мужчинами. Вот. Для этого, может быть, имеет смысл поработать с личными границами вашими, да? Для этого, может быть, имеет смысл преследовать какие-то ваши страхи, действия, поведенческие аспекты. Вот. Чтобы, ну, вы были с мужчиной, условно говоря, на равных. А нет, так как сейчас вы с ним, на мой взгляд, ну, по крайней мере, как мне это показалось, вы как будто все время в роли догоняющей. Вот. И, на мой взгляд, это совсем не есть хорошо. И, на мой взгляд, это, ну, не делает вашу жизнь как-то легче, проще. Вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить. Вот. Какая-то такая у меня, ну, какие-то такие у меня мысли. Вот. А по вашему тексту, вот, какие бы такие идеи у меня по вашей истории. Эээ, ошибка заключается в том, что вы пытаетесь, эээ, понять человека, вот, эээ, в чем заключается ошибка. А вы пытаетесь узнать, почему он поступил, эээ, ну, ну, так как, эээ, поступил, вот. Я не думаю, что, эээ, вы сможете, эээ, чего-то добиться этим. То есть, ну, стараюсь, как-то понять человека, да, вот, пытаясь, ага, значит, ээээ, понять, ээээ, что стоит за его, его действиями. На мой взгляд, вас это, ээээ, может, привести только, ээээ, какой-то, ээээ, дальнейшей, ээээ, потере себя, вот. И всё. То есть, вы можете, ээээ, вот, ээээ, продолжить себя терять. Я не думаю, что, ээээ, это, ээээ, то, чего вы, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Поэтому меньше внимания человеку, больше внимания больше внимания своим желаниям и потребностям, больше внимания своим ценностям и необходимо провести анализ того, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, потому что, как я уже сказал, то, что произошло, на мой взгляд, ну, в какой-то степени являются проблемы. Проблемы именно ваши, а не мужчин. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Спасибо. Спасибо.